Друзья, добрый день, или вечер уже, головку Николай. Попрошу вас, если вы смотрите в ютубе, подписаться на канал, поставить класс, или дизлайк, или лайк, и поставить колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о моих видео. Я в своих видео поднимаю проблемы, городские наши, покровские, да и всей области, наверное, всей Украины, и мы вместе в комментариях ищем пути решения. Сегодня я записываю видео, вот смотрите, это место, это там, где была аллея и остановка, вот на этом месте была остановка, это промышленная зона города Покровска, вот район завода КПД, район завода МЗ. Я показывал с того ракурса, мусор также лежит, дерево поваленное вон, оно смотрите, также лежит, ямы на дорогах также находятся, а это просто я вам хочу показать то, чем занимается Требушкин вот здесь. Конечно, технику сегодня он отсюда убрал. Он поставил здесь дробилки под открытым небом, устроил такой мини-бизнес, дробит вот этот бетон. Пользуясь случаем, пока Донецкая область проверяет Генеральная прокуратура, я знаю, что прокуроры приехали на 10 дней, и я считаю, что вот эту историю нужно показать, чтобы люди были в курсе, что здесь вот такое происходит. Завод по дроблению отходов бетона, старого бетона, утилизированного бетона, находится под открытым небом, все это здесь дробится, превращается вот в такие кучки, и, возможно, вы найдете, куда это подстилалось. Я так понимаю, что улица Шмидта, вместо того, чтобы закупать какой-то материал, по документам он якобы закупался, а на самом деле дробился вот здесь. Также по улице Северной, вы помните, я показывал вам бордюры. Скорее всего, что они приехали сюда, их люди посмотрели, говорят, а почему бы нам их не впарить на Северной, поставить народу, пускай они же уже 50-70 лет отслужили, пускай еще послужат. Вот такая история. Ребят, ну, здесь довольно было-таки приличное место. Здесь стояла остановка, вот на этом месте. Я, будучи молодым парнем, 30 лет назад сюда приезжал. Вот прямо здесь была остановка. Здесь были деревья, к остановке вела аллея. Здесь разворачивались все автобусы. По поводу остановок. Требушкин за свою каденцию за прошлые 5 лет убрал остановки возле локомотивного депо, возле динасового завода. То есть, ну, остановок, наверное, с десяток. Ну, я, может, ошибаюсь, 5 так точно. И это в том числе тоже исчезло, вы видите, да? Какая картинка. Куча бетона. Вот. Остановок нет. И, возможно, на их месте, вот если здесь исчезла остановка и появилось нечто вот такое, на земле принадлежащее Требушкину, его семье, появилось вот такое болото. и мини-завод по дроблению отходов. Вот сюда также свозится асфальтный, срезанный асфальт с дорог нашего города. Вот такая история. Все на месте. Мусор лежит. Дерево, вам помните, да? Полторы недели назад я показывал. Никому дела нет. Решают, куда землю распилить, кому чего. О, на дороге та же самая история, смотрите. Это въезд в Покровске. Я еще раз покажу. Вот он. Вот они, ямы. Глубина. Вот такая история. Еще раз хочу обратить внимание проверяющих. Я постараюсь сейчас сбросить тем, кого знаю из прокуратуры генерально, из тех замов прокурора, которые приехали проверять. Посмотрите на это. Это земля, принадлежащая Требушкину. Здесь нелегально производится из бетона, производится вот та сечка бетонная, так сказать. И куда она девается, дальше непонятно. То есть, почему на этой земле, почему здесь пылит, почему здесь вот так, я считаю, что нужно выяснить и в том числе дополнить это. Вы можете мою страничку считать открытым источником и на основании открытых данных можете составлять уголовное производство. Прямо вот-вот. Я разрешаю свои данные использовать для этого. Может, вы этого не видели, не знали, я вам показываю. Вот такая история. Это лицо Покровска, это въезд в город со стороны Днепропетровска. Вот люди, которые въезжают, вот они въезжают из Днепра и видят вот такую картину. Улица Шмидта, я вам показывал, это ее начало. Ну, многие видели, многие знают. Еще покажу. Еще все впереди. Еще раз напоминаю о том, что нужно сделать. Подписаться на канал, поставить либо вот так, либо вот так. Это и одно, и другое. За одно и другое вам спасибо. И прокомментировать, поделиться с друзьями. Начинайте мыслить критически. А по поводу амброзии та же самая история. Вот полностью въезд из города вот в такой, в метровой амброзию. Я вам ее там показывал. Еще раз напоминаю, мусор лежит, дерево сломанное лежит, амброзия вся. Вся территория, въезд в Покровск полностью в метровых зарослях амброзии. Все, классного дня, всего хорошего, и мы обязательно с вами победим все это.